Совсем несколько дней осталось до тотального диктанта, напоминаем, он пройдет 14 апреля, уже в ближайшую субботу, и регистрация на площадках уже началась. В Челябинске, как пишут организаторы, можно будет совместить приятное с полезным и написать текст, внимание, в колесе обозрения. Ну, об этом мы поговорим чуть позже. Вот в Крыму второй год уже подряд можно будет проверить свою грамотность в высокогорном троллейбусе, который соединяет Алушту с Симферополем, представляете? Да, ну а всего в акции, по данным организаторов, в этом году примет участие около тысячи городов, расположенных в 75 странах. Да, ну и прямо об этом, посмотрите, вот полный список площадок в своем городе и прикрепленных к ним чечецов уже можно прямо сейчас на сайте тотального диктанта. А вот о том, как он будет проходить, мы поговорим, и какие сюрпризы ожидают всех, кто придет с координатором акции «Тотальный диктант» в Челябинске, Зоя Костарева. Зоя, доброе утро. Доброе утро. Зоя, про колесо обозрения сначала расскажите. Да, про колесо обозрения. А то Степан уже собрался. Ну, в этом году в Челябинске впервые можно будет написать диктант на колесе обозрения. Более того, колесо обозрения еще никогда не было площадкой не только в Челябинске, но и в принципе по миру. Нет, по миру никогда. По миру даже? Да, поэтому эта площадка уникальная и Челябинск уникальный. А как, а что, в каждой кабинке будет свой чтец или там? Да, на самом деле система именно такая. У нас будет запущено 13 кабинок, в них можно будет написать диктант, и для каждой кабинки будет свой читающий. Поэтому это такой будет вообще уникальный диктант. А поскольку человек в кабинке будет? Четыре человека плюс пятый читающий, да. Ну, вы креативите, Зоя. Ну, расскажите нам, пожалуйста. Зоя, да, чей текст будет? В этом году все будут писать текст писательницы Гузи Ильяхиной. Она написала роман «Зуриха открывает глаза». Может быть, читали? Нет. Сейчас расскажу. Он получил премию «Большая книга», и вот сейчас текст диктанты – это будут фрагменты из ее новой книги. Зоя, смотрите, вот насколько я знаю, один раз принимал участие вместе с вами в этом проекте, всегда тексты один год на пунктуацию, один год на орфографию. Вот в этом году куда текст направлен, неизвестно? Ну, вы знаете, сложно сказать, потому что на самом деле мне кажется, что сложные места встречаются и в орфографии, и в пунктуации все-таки. У нас уже была одна пресс-конференция федеральная, и на ней Наталья Борисовна Кашкарева, председатель экспертной комиссии, оговорилась, что будет много точек с запятой. Поэтому мне кажется, что эту информацию тоже можно рассказать, так сказать, подсказать пишущим, но пока, к сожалению, не знаю. Текст всегда известен за два часа до акции, поэтому даже для нас это пока сюрприз. Ну, на самом деле, это действительно очень интересно. Вот сейчас, то, что касается современной молодежи, да, они зачастую сидят в социальных сетях и переписываются друг с другом, ставят… Споки-оки. Да, споки-оки. Очень много ошибок, после этого, конечно же, и очень много безграмотных потом объявлений каких-то или еще чего-то. Мы составили небольшой подбор. Да, давайте вот вместе с вами посмотрим, а вы прокомментируйте. Пожалуйста, покажите нам первое объявление. Вот, да. Подростковая. Подростковая. Детская подростковая. Зоя, как пишется правильно? Ну, от слова «рост» как минимум. Да, конечно. Рост, рост. Знаете, я еще, к сожалению, не вижу ничего. О, земледель. Да, земляделя. Конечно, соединительное «е». Да. Так, сейчас следующее. Бухгалтер. Бухгалтер. Третья буква «х» должна быть. Да, ну как же это? Они просто не помнят эту песню. Бухгалтер. Милый. Бухгалтер, да. А вот еще что у нас? Гостиные. Сочи, вот у нас здесь побольше. А, буквально. Гостиные. Да. Ну, вы знаете, на самом деле, очень забавно, что именно в таких публичных вещах допускают ошибки. То есть, одно дело, когда... Ну, какое-то сложное слово. Да, да, да. Нет, более того, когда вы пишете в личной переписке, понятно, что можно допустить ошибку, но, возможно, это бывает. Но другое дело, когда вы печатаете это для какого-то публичного использования. Ну, а все оттуда же идет, понимаете, Зоя? Когда мы не обращаем внимания на пунктуацию, да, мы привыкаем общаться вот так вот в сообщениях, потом... Все, что мы спокойно. Нет, знаете, с ошибками разобрались, и у меня еще один вопрос. По всей России огромное количество очень известных людей, актеров, медийных, гениальных ученых выступает в роли щецов. Кто в этом году в Челябинске? Кем удивлять будете? Челябинск не исключение. И мы, конечно же, наравне с филологами, то есть в каких-то аудиториях будут читать профессиональные филологи, мы всегда стараемся привлечь интересных медийных людей. И в этом году большое количество актеров театра, ведущих, а также ведущий солист филармонии Челябинской у нас будет, замминистра образования, замминистра культуры. То есть список очень большой и интересных чтецов. На вашем сайте это уже все расписано, да? На нашем сайте все есть, можно смотреть и выбирать площадку. Даже выбирайте не только ближе к дому, а чтеца какого хочешь, чтобы селфи можно было сделать. Ну что ж, Зоя, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Да, ну а я напомню, что в гостях у нас была координатор акции «Тотальный диктант» в Челябинске Зоя Костырева. Продолжение следует...